МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россияне поздравили президента страны Владимира Путина с днём рождения. Ему исполнился 71 год. Во многих городах, в том числе и в Тольятти, были организованы праздничные автопробеги. Автомобили были украшены флагами России. Колонна прошла по основным улицам города. Он, как человек, несущий самую основную ответственность за судьбу государства, несомненно, нуждается в нашей поддержке. Несомненно, хотел бы осознавать, что все мы, граждане России, старые и малые, его поддерживаем. Потому что для любого лидера поддержка людей, простых людей, граждан страны является очень сильным таким стимулом, сильной опорой для того, чтобы принимать, порой, непростые и судьбоношные решения. Сегодня Народный фронт, членом которого я являюсь, проводит мероприятие команда Путина. И я принимаю в этом участие только по одной простой причине, что я всецело поддерживаю те действия, которые наш президент планирует, осуществляет в нашей стране. Поэтому в его поддержку я готов участвовать в любом мероприятии. Сегодня мы празднуем день рождения нашего великого президента Владимира Владимировича Путина. Мы вот таким единым порывом решили выразить свою поддержку и глубокое уважение нашему замечательному лидеру. Город, которого нет, в Тольятти завершилась работа над проектом «Машина времени прошлый век». Около года команда программистов, историков и дизайнеров создавала приложение с элементами дополненной реальности, с помощью которого можно увидеть затопленный при строительстве ГЭС «Ставрополь» в условиях реального пейзажа. На днях проект был представлен на набережной Комсомольского района. Все подробности прямо сейчас. Чуть пониже руку. Вот так. Да не, 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 вот так нормально. Виртуальный Ставрополь как на ладони. И теперь каждый горожанин может сделать такое селфи, на фоне города которого нет. Приложение с элементами дополненной реальности авторы проекта представили на набережной Комсомольского района. Дополненная реальность, она действительно удивляет. И я считаю, что это только первые шаги в нашем городе, которые будут в дальнейшем развиваться. И эта технология станет такой же обычной, как смартфон сейчас у людей. Приложение дополненной реальности позволяет совместить в Оске Ставрополь 1950 года до затопления и современной Тольятти. Ничего себе. Тут почти все видно и приближать можно. Это необычно. Направив камеру мобильного устройства в сторону водохранилища поверх реального пейзажа, можно увидеть на экране здания и улицы старого города. А также узнать, что в этих зданиях располагалось. Как работать с приложением, горожанам рассказывают волонтеры. Зацепило то, что это проект, который связан с историей. С историей не просто нашей страны, которую мы все учим в учебниках, а именно как бы краевидение, история того места, где мы живем. Многие знают о Тольятти, о заводе, но мало кто знает именно о Ставрополе. Нам провели экскурсию в музее, во время которой мы узнали об истории нашего города, о зданиях, которые были. Также нам провели инструктаж именно на этой набережной. Нам показали, какие есть места, как нужно правильно пользоваться приложением, как его можно правильно установить. Напомним, проект создавался при поддержке президентского фонда культурных инициатив. К созданию приложения, конечно же, были привлечены историки и музейщики. В этом году город отмечает 70-летие переноса города на новое место в связи со строительством Куйбышской гидроэлектростанции. Ровно 70 лет назад переезжал город 1 мая 1953 года. Когда посетители скачают приложение этого проекта, будет возможность посмотреть архитектуру старого Ставрополя, допотопного. Какие здания были на том месте, ведь этих зданий никто никогда больше не увидит. Приложение «Машина времени прошлый век» доступно для скачивания в магазине приложений «Рустор». Это можно сделать абсолютно бесплатно. А авторы проекта уже работают над воплощением новых идей, не менее интересных и захватывающих. Елена Сафронова, Андрей Костомаха, Новости Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова